Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня наша беседа пройдет по теме терроризма. Что такое терроризм? История его возникновения. Какова роль терроризма в современном обществе? Какие виды терроризма существуют? Какова роль вооруженных сил в борьбе с незаконными вооруженными формированиями? И какая существует профилактика для того, чтобы этот терроризм предотвратить? Ну, нашу беседу начнем с того, что терроризм, он существует уже давно. Ну вот из истории нам более известно, например, Институт Сикариев, который действовал на территории современного Израиля в период самого расцвета Древнеримской империи, когда Сикариев боролись против римских оккупантов, а также против еврейской олигархической верхушки, которая шла на сотрудничество с Древнеримской администрацией. Еще нам известны такие институты, как Институт Ниндзя в Японии, школа ассасинов на территории современного Ирана, которая еще действовала в домонгольский период. Терроризм, он, наверное, неизлечим. Это как болезнь, но с ним надо бороться. Рано или поздно мы должны его победить. Это единственный путь, который спасет нас от дестабилизации, от расшатывания положения в нашей стране, и не только в нашей стране, во всем мире. Мы должны знать и помнить, что террористы действуют различными способами. Они достигают своих целей, применяя все возможные различные методы и формы борьбы с существующими режимами, как в нашей стране, так и в других странах. Мы прекрасно понимаем, что терроризм может вестись не только военными методами, он может вестись экономическими методами, идеологическими методами. Терроризм возникает тогда, когда для этого есть необходимые предпосылки. И эти предпосылки должны быть ликвидированы, чтобы у терроризма не было почвы для возникновения. Но пока эти предпосылки пока еще существуют. Основной причиной, которая позволяет терроризму существовать, это социальное расслоение общества, когда бедные начинают поднимать руку против богатых. Это та экономическая основа, которая является главным фактором существования террористических организаций. И, пользуясь недовольством народных масс, терроризм берет на вооружение различные формы и методы, стараясь не только дестабилизировать, расшатать положение в стране, но и также сменить государственный строй. Это главная цель терроризма. Ну, например, вспомним, что Первая мировая война с чего началась? С террористического акта, когда Гаврила Принц в Сараево в июле 1914 года выстрелом из револьвера убил, смертельно ранил эрцгерцога Фердинанда, наследника австрийского строна. Еще нам что известно из истории. Например, Наполеон, прежде чем напасть на Россию, подверг ее экономическим санкциям. Каким образом? Произошел огромный сброс фальшивых купюр на территорию России, чтобы подорвать нашу денежно-экономическую систему. Ну, с этим Россия, правда, успешно справилась. Не только военными действиями против войск Наполеона, но также и с экономическими санкциями. Что нам еще известно? Например, деятельность Ирландской республиканской армии на территории Ольстера, северной провинции Англии. Об отделении этой территории от Англии и присоединении к Ирландии. В той же самой Англии деятельность шотландских национальных кругов, которые были направлены на что? Чтобы отделить Шотландию от Англии. А вопрос-то в чем заключался? То, что шотландские олигархи не хотят делиться своими финансовыми доходами с Англией. Хотят править и жить самостоятельно. Самостоятельно использовать свои финансы. Деятельность Бахской национальной группировки на территории Испании, которая ратует за отделение или хотя бы предоставление Каталонии автономии в пределах Испании. Хотя бы так. Что еще нам известно? Например, деятельность талибан в Афганистане. Вот когда наши войска оказывали интернациональную помощь дружественному народу Афганистана в восстановлении государственного строя возникло движение «Талибан», которое было направлено против действий нашей тогда еще советской армии. Деятельность организации братьев-мусульман. Деятельность организации ИГИЛ, исламского государства Ирака и Леванта. Направлено на что? Направлено для восстановления своего, будем так говорить, строя, основанного на законах шариата. А подоплека-то в чем заключается? Подоплека заключается в экономике. Если бы на этой территории не была найдена нефть, возникло бы это государство. Вряд ли. Но так как эта территория принадлежит таким государствам, как Ирак, Турция, Сирия, эти страны имеют приоритет в добыче, будем так говорить, углеводородов. Но кое-кто захотел, понятно кто, да? Мы хотим эту территорию приватизировать и самостоятельно получать доходы от продажи этих углеводородов. Естественно, мы не могли оставаться в стороне и по просьбе сирийского правительства, во главе с Башаром Асадом, пришли на помощь Сирийской Республике. Верховный Совет Российской Федерации дал президенту нашей страны такое право оказать военную помощь Сирийской Республике. И мы эту помощь успешно оказываем. Что еще можно сказать по этому вопросу? Если не будет экономической составляющей, если будут преодолены разногласия в сфере социального развития человеческого социума, базы у терроризма не будет. Но пока существуют, будем так говорить, экономические противоречия, пока существуют те вопросы, которые необходимо решать, база у терроризма все-таки пока еще есть. И наша главная задача заключается в том, что эту базу, экономическую базу, из-под ног терроризма выбить, ликвидировать ее. Со временем мы, конечно, к этому придем. Кому выгоден терроризм? Понятное дело, что не нам с вами. А выгоден к тем, кто хочет сделать на этом деньги. Кто хочет сделать себе на этом политическую карьеру. На чем основывается терроризм? Он основывается на недовольстве людей своим экономическим положением. На недовольстве отдельных индивидуумов своим социальным положением в обществе. За счет участия в террористических группировках они готовы поднять свой социальный личный статус. Быть героем в глазах окружающих. Но каким героем? Героем быть в кавычках. Мы-то прекрасно с вами понимаем, что это не герои, это антигерои. Герой это тот, который не жалеет своей крови и самой жизни для того, чтобы достигнуть победы над врагами своей родины. Это герой. А тот, который свое благополучие хочет построить на унижении других, на ограблении других, путем унижения и издевательства над другими. Это не герой. Это антигерой. А мы еще его назовем террористом. Только таким террористом можно быть антигероем. Но иногда и антигерой имеет международную славу. Например, Усама бен Ладен, который возглавлял организацию Аль-Каида. Она возникла в 1988 году. А на чьи деньги она возникла? Разве на пустом месте она произошла? Нет. Кто-то ей помог организоваться. И мы прекрасно знаем, кто автор этой организации. Откуда шли деньги на финансирование и создание этой организации? Как вы думаете, кто автор? Соединенные Штаты Америки. Основной поставщик терроризма в мире. На их деньги это все было создано. Для чего была создана Аль-Каида? Для того, чтобы построить в противовес другим политическим центрам нашей планеты свое исламское государство, основанное на законах шариата. Ну и что? Америка достигла своих целей? Как вы думаете, достигла? Частично, может быть, и да. А теперь действия Аль-Каиды были повернуты против самих Соединенных Штатов Америки. И события, которые произошли 11 сентября, когда были взорваны две башни, башни-близнецы в Нью-Йорке, когда самолет врезался в здание Пентагона, когда в Пенсильвании произошло авиационное крушение. Терроризм добрался до своих создателей. Но ведь главная-то причина в чем? Страдают-то ведь не создатели этой террористической организации, а страдают простые люди, которые даже не причастны к ее созданию. Вот в чем главная проблема. Страдают не авторы, страдают простые люди. И, наконец-то, сами Соединенные Штаты Америки поняли, что без международной организации противодействия терроризму сейчас уже обойтись невозможно. И наша Россия, наша страна является активным участником этой организации. Теперь мы прекрасно понимаем, что борьба с терроризмом является не только делом отдельного государства, оно является общим делом всех государств нашей планеты. Только совместными усилиями мы можем победить терроризм. Как мы уже говорили с вами, как возникает терроризм. Например, для того, чтобы бороться с властью бургонов на территории Италии, в Сицилии возникла мафия, так называемая Коза Ностра. Во что сейчас превратилась Коза Ностра? Может, ее деятельность уже распространилась на все страны, на все страны мира, в том числе и на Соединенные Штаты Америки, где она играет ведущую роль в преступном мире. Что делать? Как бороться с преступностью? Иногда происходит сращивание криминальной преступности и терроризма. Иногда они действуют сообща, рука об руку, перенимая друг у друга те или иные методы воздействия на население, наводя страх и ужас, собственно говоря, что и означает террор в переводе с латинского языка. Бороться надо с этим. Бороться, не опускать руки, не останавливаться. Вспомним начальный период Великой Отечественной войны, когда в прифронтовую полосу и в ближний тыл наших вооруженных сил были заброшены диверсионные группы, главной задачей которой было наводить страх и ужас на местное население, дезорганизовывать, сеять панику среди людей, для того, чтобы обеспечить наиболее быстрое продвижение своих войсковых частей вглубь нашей страны. Что мы делали? Боролись с ними, боролись всеми возможными методами и средствами, ликвидировали паникеров, ликвидировали диверсантов и победили в этой войне. По своим масштабам терроризм может быть точечный, единичный, а может быть групповой, с применением тех или иных организаций, а может быть сорокамасштабный, который может вестись на территории всей страны. Вспомним цветные революции в Грузии, цветную революцию в странах Восточной Европы, цветную революцию на Украине, что сейчас происходит в Белоруссии, кто пытается расшатать, кто добивается своих целей, ради чего это все происходит? Для того, чтобы подчинить эту страну своему, не только политическому, но прежде всего экономическому влиянию. Что произошло с режимом Муадара Каддафи в Ливии? Из-за чего это все произошло? Потому что Ливия захотела самостоятельно, без оглядки, будем так говорить, на западных и американских партнеров, вести свою независимую экономическую политику. Какими методами режим Муадара Каддафи был свергнут? Террористическими методами. Произошла дестабилизация положения в стране. Проводились различные диверсионные акты с целью свержения существующего политического режима. Вспомним Ирак. Буря в пустыне. Операция американских войск. Военное применение вооруженных сил против режима Саддама Хусейна. Почему оно возникло? Просто так? Если бы на территории Ирака был бы один песок, этого бы не было. Но там находились крупнейшие месторождения нефти и газа. Кто хотел поставить их под контроль, добычу этих углеводородов? Кому это было выгодно? Как говорил небезызвестный Казьма Прутков, хотя и вымышленный литературный персонаж, но мы прекрасно понимаем, что смотри в корень. Зри в корень проблемы. Кому это надо? Кому это выгодно для свержения режима? Кто поставил под контроль? Режим Саддама Хусейна был свергнут чьими руками прежде всего? Руками самих иракцев, которые были недовольны существующим строем. Хотя не все были недовольны, отдельная часть. Но эта часть стала во главе протестного движения. Американским солдатам было только уже нужно было войти буквально на освобожденную от Саддама Хусейна территорию. И это произошло. И теперь добыча углеводородов на территории Ирака поставлена под чей контроль? Под контроль американских и английских нефтяных компаний. Какими методами им пользовались? Прежде всего террористическими методами. То же самое сейчас у нас происходит на территории Сирии. Как возникло государство ИГИЛ? Именно на той территории, где были обнаружены крупные запасы углеводородов. Это вот часть территории, небольшая часть территории Турции, практически половина территории Сирии и небольшая часть территории Ирака. Для чего это было сделано? Чтобы самим добывать, самим продавать. Естественно, что государством, которое окружает так называемое самопровозглашенное государство ИГИЛ, это невыгодно. Это нарушает их экономическую сущность, нарушает их экономическую политику. Потому что эти недра принадлежат этим государствам, Сирии, Турции и Ираку, а не самопровозглашенному государству ИГИЛ. И мы оказываем помощь Сирии для того, чтобы поддержать существующий государственный строй. И будем делать все от себя возможное, чтобы в этом регионе был мир. Мы не можем существовать отдельно от них. Не можем считать себя непричастными к тем или иным событиям террористического характера, которые происходят во всем мире. Потому что рано или поздно это может сказаться на нас. Вспомним хотя бы Афганистан. Мы оказывали им свою военную интернациональную помощь братскому народу Афганистана в установлении государственного строя. А когда наши войска оттуда ушли в 89-м году, чем это все закончилось? То, что терроризм был переброшен на территорию стран СНГ, а потом уже и на территорию Российской Федерации. Вот к чему это привело. Поэтому, пока мы до конца его не придушим, не задушим, не уничтожим, спокойной жизни нам никто не гарантирует. Мы должны четко осознавать, где бы терроризм, в каких бы формах и методах он не проявлялся, с ним нужно бороться. Если не хватает сил у одного государства, значит нужно привлекать силы, средства и возможности других стран-соседей. Что, собственно говоря, сейчас в Сирии происходит. Совместными усилиями государство ИГИЛ, незаконное государство ИГИЛ, которое на территории нашей Российской Федерации объявлено незаконным, да, оно практически уже ликвидировано. И вот так и надо действовать в этом направлении. Совместными усилиями подавлять все проявления терроризма, где бы они ни происходили. Взять хотя бы нашу, такую область, как Северный Кавказ. С 1994 года по 2009 год там проводилась контртеррористическая операция. Что это такое? Ну, контртеррористическая операция – это комплекс оперативно-тактических, военных и иных мероприятий, которые направлены на уничтожение терроризма. Какие методы мы применяли? Не только военные, но и политические. Не только политические, но и экономические. Силой оружия можно победить только вооруженные формирования. А как перестроить сознание людей? Как их направить в нужное русло? Можно это сделать. Но если не будет соответствующей экономической поддержки, этого сделать будет невозможно. Что нужно было сделать? Мы должны обеспечить людей работой, обеспечить бюджетников заработной платы. Иначе мы идеологию, психологию людей не перестроим. И нашлись те силы, которые были готовы пойти на переговоры с центральной федеральной властью. В лице религиозного лидера Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Наш президент сказал сразу об этом, что на переговоры с боевиками он не пойдет. Он пойдет на переговоры именно с тем человеком, за кем пойдут люди, за кем пойдет народ Чечни. И такой человек оказался. И как только стали налаживаться взаимосвязи между центральной и местной властью, Терроризм пошел на убыль на территории Чечни. Был применен комплекс мер политических, экономических и военных. Терроризм практически на территории Северного Кавказа ликвидирован. Если где-то и происходят отдельные вспышки сепаратизма и экстремизма, то только не на территории Чечни. Они могут происходить в Дагестане. Иногда есть случаи, проходя в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, но только не на территории Чечни. Там сейчас порядок, там сейчас тишина, там сейчас спокойствие. Вот видите, все-таки, когда на практике проявляется комплекс мер, направленных на ликвидацию терроризма, на выбивание из-под его ног идеологической, экономической базы, терроризму существовать негде. Он ликвидирован. Вот так и надо действовать. Не только на территории Северного Кавказа, а вообще по всему миру. Но бывают такие случаи, когда политическое, идеологическое, религиозное, экономическое воздействие бывают неэффективны. Фанатики экстремизма, фанатики терроризма иногда будут стоять до конца. Поэтому в отдельных случаях эффективны лишь только чисто военные методы. Чисто военные методы. Если враг не сдается, его уничтожают. Это вот как болезнь в организме, как раковая опухоль, которую необходимо вырезать. И такие случаи у нас были. Например, нанесение точечных ударов нашими военно-космическими силами, нашим военно-морским флотом. Именно тогда ведь на территории Сирии мы впервые применили свои ракеты «Калибр», которые были запущены с надводных кораблей с акватории Каспийского моря по военным объектам ИГИЛ. Это произошло, удары были очень эффективны. Практически штабы, склады с вооружением и боеприпасами были ликвидированы. То же касается, например, проведения спецоперации на территории Северного Кавказа, когда удары авиации и артиллерии ставили точку на существовании тех или иных бандгрупп. Недобитый террорист – это как раненый волк, как раненый зверь, который готов пойти на все, чтобы доказать, что он еще жив, что он еще кое-на-что способен. Ему главное что? Может, он даже не боится смерти. Он фанатик. Он думает, что его там ждут пышногрыды и гурии наверху, да? Много воды, плоды, овощей, фруктов в том загробном мире, куда он уйдет после своей смерти, после того, как закончится его земное существование. Но он хочет прославиться. Он хочет, чтобы о нем узнали все. Я уже говорил об этом. Например, 11 сентября 2001 года, когда были взорваны прашни-близнецы в Нью-Йорке. И вот еще одна дата. 1 сентября 2004 года боевики захватили школу номер один в северо-осетинском городе Беслане. Захватили школу. Ученики, родители, преподаватели. Требование было одно. Чтобы центральная федеральная власть пошла им на уступки. Пойдем мы на уступки. Этот прецедент, если он произойдет, он будет потом повторяться еще раз, еще и еще. Но идти на уступки боевикам нельзя ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Нужно искать другие методы и формы выхода из данной ситуации. Для того, чтобы это разрешить. Такая форма была найдена. Найдена была форма. Как бы тяжело не было, как бы тяжело не было, все-таки необходимо было пойти на ликвидацию этой банды. Да, пострадали люди. Много людей пострадало. Даже представители тех силовых структур, которые участвовали в этой операции, тоже понесли потери. Но ценой своей жизни они прикрывали людей. Они знали, что их главная задача спасти заложников, спасти ни в чем не повинных людей, которые в воле обстоятельств оказались в плену у боевиков. Задача была выполнена. И вот, начиная с 3 сентября 2004 года, мы этот день, 3 сентября, отмечаем как день, международный день борьбы с терроризмом. И мы будем с ним бороться всеми возможными силами и методами. Борьба с терроризмом должна вестись в рамках правового поля. И вот, федеральный закон номер 35, от 6 марта 2006 года, который называется «О противодействии терроризму», дает нам такое право. Дает возможность нашим вооруженным силам бороться с терроризмом как на ее территории, так и за пределами нашей страны. Терроризм, он не может существовать сам по себе. Люди сами по себе, терроризм сам по себе. Такого быть не может. Терроризм нуждается в подпитке. Что ему для этого нужно? Он, во-первых, должен обеспечить себе информационное обеспечение, чтобы люди знали, что такая организация существует. И отдельные террористические акты они делают, так говоря, на показуху. А потом заявляют об этом и берут на себя ответственность. И люди начинают бояться. Люди начинают удивляться. Люди начинают думать, о, какая сильная, какая мощная, какая крупная террористическая организация. Она не боится взять на себя ответственность. Но пропагандой терроризма мы сейчас заниматься не будем. Мы знаем прекрасно об этом, что да, они нуждаются в информационном обеспечении. Они нуждаются в свежем притоке новых людских ресурсов в свои ряды. Они их обучают, они их воспитывают, они их вооружают. Они им дают деньги. Они им обещают светлое будущее, если будут достигнуты их террористические цели. Но мы это с вами прекрасно понимаем, что будущего терроризма быть не должно. Но терроризм должен быть ликвидирован как опасная болезнь, как чума не только нашего 21 века, а как вообще болезнь, любая болезнь, которая поражает все слои нашего общества. Мы его победим. Рано или поздно это произойдет. В основном, будем так говорить, на информационную удочку терроризма попадают незрелые люди. Люди, которые оторваны от общества. Маргиналы. Люди, которые потеряли работу. Люди, которые не видят перспектив своей жизни. И путем участия в террористической организации они пытаются приподнять свой личностный статус. В этом, будем так говорить, в человеческом социуме. Что нужно делать для того, чтобы не попасться на эту удочку? Нужно конкретно, четко осознать свои жизненные приоритеты. Нужно знать, что ты человек, что у тебя есть родители, у тебя есть родственники, у тебя есть друзья. Что ты проходишь обучение в том или ином учебном заведении. Что перед тобой стоит цель получить специальность и честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Отсутствие четких жизненных позиций. У кого оно в основном наблюдается? У людей, которые еще, будем так говорить, духовно, которые еще и идеологически и материально не окрепли. Которые еще четко и устойчиво не стоят на своих ногах. Вот перед ними возникает вопрос, как жить, что делать. Почему у одних есть все, а у меня нет ничего, кроме моих рук и ног. За счет, будем так говорить, созидательного труда я много денег не заработаю. Я не обеспечу достойное будущее не только своей семье, но и самому себе. Какой у меня путь? Идти в преступную группировку и за счет унижения, за счет ограбления себе подобных завоевывать авторитет, завоевывать свое материальное положение. Что делать? Как с этим бороться? Что нужно, что необходимо проводить? Конечно, львиную долю ответственности должно брать на себя государство. Создавать высокотехнологичные рабочие места, обеспечивать постепенное повышение экономического благосостояния не отдельных групп, а всего населения государства в целом. Вот это является главной причиной для того, чтобы ликвидировать экономическую базу терроризма. Что еще необходимо делать? Экономика – это хорошо, но необходима еще и идеология. Воспитание чувства патриотизма, воспитание чувства любви к родине, вспомнить о своих исторических корнях, кто мы и откуда, как наши предки создавали наше государство, сколько они положили для этого усилий, сколько они отдали за это жизней, хотя бы взять победу нашего народа Великой Отечественной и Второй мировой войне в целом. Об этом мы поговорим на следующем занятии. Любовь к родине. Готовность пожертвовать всем для того, чтобы была достигнута победа над врагами нашего Отечества. Вот что такое патриотизм. Вот что такое героизм. Вот что такое истинная человеческая ценность. Если у человека есть твердая жизненная позиция, в которой ему помогли его родители, ну прежде всего это семейный круг, который его окружает, это те учителя, которые его обучают в учебных заведениях. Ведь жизнь человека из чего складывается? Из-за того человек вырастает таким, каким воспитывает окружающая его среда. Если его окружают криминальные элементы, человек и вырастет преступником. А если человека окружает нормальная среда, естественная среда, если он находится в трудовом, в учебном коллективе, семья, учителя, педагоги, его направляют в нужное русло, человек и вырастет нормальным. Он будет прекрасно понимать, у него будет четкая жизненная позиция, что только своим созидательным, общественно полезным трудом он сможет обеспечить не только свое будущее, но и будущее своей семьи. Вот это надо прекрасно понимать. Человек вырастает таким, каким воспитывает окружающая его обстановка. Вот если темперамент дается человеку от рождения, то характер человека вырабатывается в процессе всей его жизнедеятельности. Самодисциплина. Нет у нас, как говорится, сильных или слабых темпераментов. У нас есть либо сильный, либо слабый характер. Характер человека зависит от того, какой человек сам себя воспитает. Если у него есть самодисциплина, если у него есть цель в жизни, его никто с этой жизненной стези не собьет. Он будет твердо и прямо идти по своему жизненному курсу. Что касается... Вот все говорят толерантность, толерантность. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в медицинском отношении толерантность это есть ослабление иммунитета. Я бы сказал не толерантность, я бы сказал воспитание культуры общения между людьми. Относись к людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. И тогда культура взаимоотношений будет обеспечена. А если человек прежде всего оставит свое личное эго впереди планеты всей, то это ни к чему хорошему не приведет. Таким образом, дорогие мои слушатели, терроризм является той угрозой, которым столкнулось все человечество нашей планеты. Оно грозит всем народам, всем странам нашего маленького шарика под названием Земля. И мы должны совместными усилиями приложить усилия для того, чтобы эту раковую опухоль, по-другому ее не назовешь, ликвидировать. Терроризм имеет благодатную почву. Почву эту из-под ног терроризма нужно выбивать. Нужно отвращать людей от участия в террористических организациях. Да, они используют все возможные силы и средства, чтобы прожить, чтобы выжить. Они агонизируют, а в агонии самая страшная опасность для нас, для всех. Но мы должны ее победить. Другого пути у нас нет. И мы это преодолеем совместными усилиями, воспитанием культуры у людей, поднятием жизненного экономического уровня, соответствующей государственной идеологической политикой. Мы это победим, мы это ликвидируем. До встречи, дорогие мои. Субтитры создавал DimaTorzok